А сколько девушек или парней у вас было? С которыми встречались. Что за вопросы? Как связаны это? Это для разных людей. Ну да, у нас несколько идет. Что было? Сколько с кем... Сколько девушек или парней у вас было? С которыми встречались именно. Пустим пять. Дай на пять. Пять. А сейчас? Не сейчас пять. Нет, да. Ну вот куда? Трое. Двое. До десяти. Два. Я думаю, человека четыре наш. Да. О, наверное, два человека. У меня было четыре парня и нынешний жених. И четыре девушки. Много, много, много. Много? Ну нет, ладно, немного. Сколько? Пять, десять точно было. Десять? Это сколько вы встречались там, два человека? Да, абсолютно это было быстро, это ужасно. А зачем вам буду это рассказывать? Ну ладно, ну и кто рассказывает, не жироко. Не, я вам не хочу это рассказывать. Не больше десяти. А те, которые на две недели считаются? Ну если вы считаете это отношениями, то там. Ну у нас была договоренность, что это отношения. Тогда около семи. Один. Больше десяти. Угу. Трое. Сейчас находитесь в последних троих-третьих? Да. Ну вот если не секрет, почему в последних отношениях остались? О, он оказался женат. Собавно, да? Не предугадаешь. А, ну что, я замужем была десять лет. У меня муж на два цикля разбился семь лет назад. И после него я встречалась с тремя парнями еще. Один мне даже сделал предложение, но у него с алкоголем были проблемы. И он меня даже заблокировал в фейсбуке. Он взрослый дядя, не совет федерации, короче. Вот. И... Серьезные отношения двое. Угу. Ну, не больше пяти, чтобы настоящие отношения. Ну вот из-за чего расстались самых последних? Если не секрет, конечно. Самое последнее рассталось, потому что реально был токсичный человек. Я с ним прожила два года. Я тогда... Вот не было тогда сейчас, вот как все в интернете пишут, да? Все знают об абьюзе и так далее. Это было со мной, не знаю, там 20 лет назад. Ну, скажем так, что я не знакома была со всей этой терминологией, да? И с вот этими отношениями. И только сейчас я понимаю, да, что они были для меня очень тяжелыми. Два. Нет. Подводочка неплохая, мне понравилось. А, трое. Это вот мой парень, кстати, третий. Сколько уже встречаетесь? А, два с чем-то, два с половиной. Одно. И сейчас, сейчас находитесь в них? Да, я замызла. Одни. Трое. Трое. Да, кажется, трое. Ну, сейчас встречаетесь с последним? Нет, мы встречаемся. Расскались. А из-за чего есть не секрет? Ну, парень хотел полиаморных отношений, я не хотела полиаморных отношений. Одни. Включая супруга здесь. Ну, именно серьезные отношения с кем были? Прям, я вообще исключительно только по-серьезному встречалась с парнем. Восемь, девосемь. Примерно, парень. У меня был один парень. На данный момент с ним же в отношениях? Да. У меня было два молодых человека. Сколько у вас было парней? Хороший вопрос. Но именно в плане серьезных отношений? А, серьезных? Нисколько. Так вот другая цифра. Ну, двое мужчины. Остальных серьезных, я считаю. Помню одного. Один-единственный? Как в сказках, знаете. Один-любимый. Могу сейчас понимать, что серьезных отношений у меня как раз было не очень много. Потому что иногда то, что мы считаем серьезные отношения, просто, ну, какая-то страсть, влечение. Или, наверное, какие-то психологические проблемы. Нет, немного, да. Парочка, наверное. Один. Да, сейчас не все. И продолжаешь встречаться? Приятно. Ну, около четырех. Ну, пять точно было в плане серьезных, но я думаю, даже, может быть, где-то больше пяти. Один. А что для вас серьезные отношения? Ну, когда ты принимаешь человека таким, какой он есть, со всеми его плюсами и минусами, загонами, дороганами, когда просто комфортно находиться вместе. Сколько у вас было парней в плане серьезных отношений? Три. Один. Двое. Три. Двое. Три. В плане серьезных отношений двое? Три. Три. Два. Струдняюсь ответить. Несколько. Трое. В плане серьезных отношений только трое. Я очень ответственно подхожу к этому. Сколько? Ноль. Неинтересно? Ну, нет, просто так получается. Я еще слишком молода, много времени еще будет их найти. Ну, сейчас больше работаю, вкладываю в себя, учусь. Двое. Трое парней. Три парня где-то. Ну, в плане прям серьезных, долгих отношений. Три парня. Флот. Самые серьезные. Единственные. Два. Один. Два. Трое. Серьезных отношений. Ну, один. Именно серьезные, да. Два и третий мой муж. Серьезных отношений? Трое. Да, и... Серьезных отношений? Ноль. Ноль. Почему так? Ну, потому что я слишком серьезная для серьезных отношений. Не от них. Отношения серьезные к ним. Почему? Неинтересно? Ну, так вот. Нет, не сладилась просто, чтобы серьезные. У меня было двое серьезных отношений. Вот. Одни из которых привели к замужеству. Сколько у вас было парней или, может быть, девушек в плане серьезных отношений? Двое. На данный момент находитесь в отношениях? Ну, всем довольны? Да. Именно в плане серьезных отношений. Да. С последним встречаетесь? До сих пор. А расстались вот в последний раз, из-за чего есть не секрет? Просто. Из-за измены с его стороны. Три. Ну, были один год, наверное, еще. То есть одни? Да. Второй номер. Два, три, четыре. Сейчас встречаетесь? Да. Можете тогда рассказать вкратце, в чем секрет гармоничных отношений? Терапия. Для двоих? Да. Три. Ноль. Почему так получилось? Ну, страшно, что-то как-то непонятно. У меня вообще отношений... Нет, спасибо. Раз, два. Два. Сейчас в отношениях? Да. Давно? Нет, парни. Два. Пожалуй, три. Сейчас встречаетесь? Нет. А есть не секрет, почему разошлись в последний раз? Ой, это я была замужем, и там была ужасная балл. А, серьезно? Четыре раза. Одни. Сейчас встречаетесь? Нет. А почему расстались? По взаимному согласию просто решили, что переросли это. Короче, закончили дружелюбные. Серьезных? Три. Трое? Три штуки. Одни единственные, они длятся до сих пор. А в чем секрет длительных отношений? Кто бы мне об этом сказал, честно, вопрос достаточно сложный. Мне кажется, просто взаимопонимание. Одни. Сейчас в них находитесь? Туда-сюда. В каком плане туда-сюда? Ну, мы разошлись, но я уверена, что мы сейчас сойдемся буквально на днях. А почему разошлись, если не секрет? Мы перестали понимать друг друга. Но мы были очень долго в отношениях, и мы, в принципе, не продолжали общение, какие-то отношения, просто уже без отношений. У нас очень сложные отношения, которые длятся очень долго. Много лет. А можете тогда выделить какой-нибудь критерий длительных, здоровых отношений? Здоровых не могу. А длительных? Ну, нужно понимать друг друга. Нужно не просто понимать друг друга, нужно понимать какие-то особенности друг друга. Не давить, наезжать и больше слушать. Вот. Еще главное, чтобы по-буду было комфортно жить друг с другом. Это, я считаю, очень важно, если вы тут собираетесь жить с кем-то. Никакого абьюза не должно быть? Да, конечно, нет. Кому-то нравится. Я понимаю. Серьезные, наверное, одни, два. Сейчас не встречаетесь? Сейчас встречаюсь. Пять. Три. Ноль. Почему так вышло? Другие приоритеты в жизни. Сколько у вас было серьезных отношений? Ноль. Почему так вышло? Недостаточно заинтересованность в партнерах в продолжении, в развитии долгосрочных. Продолжение. Пять. Буду считать сейчас. Ну, может, три-четыре. Серьезных? Вместе с настоящими трое? Одни. До сих пор в них сейчас? Нет. По словам Росальси, если не секрет. Разные цели в жизни были. Без взгляды на жизнь. Трое. Трое мужчины. Сейчас встречаетесь? Нет. Одни. Только одни? Да. И в которых я сейчас до сих пор. Это со скольки лет? Со... Восемнадцати. А сейчас сколько? Двадцать два. То есть три года уже получается? Да. Вот в чем секрет таких отношений? Люди сейчас, я вот общаюсь, там полгода встречались, месяц... Умение слышать, разговаривать и понимать друг друга. Два раза были секретные отношения. Сейчас в них находитесь? Да. Одни, наверное. Сейчас встречаетесь с кем-то? Нет. Двое. Сейчас в них находитесь? Нет. Ноль. Почему так вышло? Не знаю. Много работы, у меня прибыльная личная жизнь. Одни серьезные отношения. Вот по вашему мнению, сколько должно пройти времени, прежде чем мужчина должен позвать замуж? Года три минимума, или три с половиной. Почему такой большой промежуток? Когда вас девушка сказала год. Ну, в моем случае это точно так, потому что первые три года происходит притирка. И она происходит по разным этапам. То есть сначала это именно чувственная, влюбленность и все такое. Затем люди, возможно, съезжаются и, соответственно, совсем по-другому начинают друг друга понимать. Через больше проблемы проходят, конфликты. И уже, соответственно, понимают, строят ли им дальше какие-то серьезные отношения. Так, сейчас встречаетесь? Почему расстались? Разные интересы были, разные еще типа. Серьезных три. Что вообще для вас серьезные отношения? Когда строят планы на будущее и пытаются как-то решать конфликты постоянно. И чтобы понимать. В предыдущих отношениях вы из-за чего чаще всего ссорились? Ревность. С вашей стороны или? Со стороны партнера. Ну, наверное, одни. Сейчас до сих пор не длятся? Да. А в чем вот ваш секрет длительных отношений? Или они недлительные? Не знаю, наверное, просто в любви, в чувствах, в искренности. Все? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...